Челайз, Ху и Икс, Икс, Эс, Джей. Играют в коллективе, но я думаю мало-мало известны вам эти никнеймы. Ну, если мне... Мне тоже. Бэхам залетает в пик для Брэйвхарда, решили, если-таки не контрпик Акса здесь не совершать. Ну, а вот у Макса в Бэтрайдер залетел. Ну, и задумался. У нас капитан, Хуай, над четвертым пиком. Джиггернаут! Ну, конечно же, Джиггернаут. У нас как-то вот после выхода Арканы не обходится матч без него. Ну, и, кстати, вот интересно. Все-таки это из-за того, что Джиггер сам по себе силен. Его вроде особо-то не поднимали в патче, в этом новеньком. Его вот берут регулярно. И повлияла ли Аркана на его пикаемость? Понятное дело, что берут его не только за Арканы показать, как она выглядит, но все же... В патче его тоже не поднимали. То есть я вот сейчас прочекал. Увеличили награду за поломку Хивингварда. Раньше было 25 голода, теперь 75. То есть Джиггер как был, так и остался. Но при этом на квалах он был не так часто в пиках. И вот под конец, получается, под последние недели полторы патча от прошлого 7.02 Джиггернаут чуточку выпал из мета. А сейчас он снова вернулся. Из Арканы ли это? Ну, понятное дело, пикаем не из-за того, чтобы показать Аркану. Чтобы, о, у меня есть Аркан, смотрите на меня, какой я крутой. Но вот пикаемость явно возросла по всем регионам в пабах. Осталось 10 секунд. И игроки, видать, его вспомнили из-за этого. И вот у нас залетает. А тут лишь рачок на лоспик для Braveheart. Ну, лишь шаг к контрпик для Пларки, чтобы быстренько при помощи Пульсновы и Диаболиков лишать ее рефракшена. В целом, неплохо. Поглядим, как будут исполнять. Ну, если честно, вот у Макса мне этот пик нравится больше. Но все-таки Braveheart команда поопытней, тег поименитей. И должны, должны они выступать, по идее, со стороны фаворитов. Но кто знает, кто знает, это все-таки второй дивизион Китая. Здесь может быть всякое. Ну, и напомним. Формат матчей Best of 2. Так что... У нас не может... Может быть не победа для коллектива, а может быть ничья. И многие уточняют этот момент. Так что 2-0, либо 1-1. Других вариантов нет. Осталось 5 секунд. Все-таки в большей мере данные матчи интересны именно тем, кто любит ставить ставочки. Ну что, стартуем. Стартуем. Третье Best of 2 противостояние на сегодня. Мы смотрим за МК. Арканы есть. Красиво. Арканы есть у Джиггернаута. Молодцы. Вот МК уже пошел ставить варды. Ну, кстати, смотрите, смотрел ролики НСа. Кто не видел, тоже посмотрите по поводу вардинга. Хитрого вардинга. Вот МК смотрел. ХВ молодец. Фишки. Фишки в деле. Скилл на пределе. Мы уже займем позицию в центре. Готов кого-то здесь обнаружить. И дать информацию своей команде. Ну, убить, конечно, вряд ли. Но в целом занимается политными вещами. Ну, и БХ у нас вышел уже, подрезал у Айчена. Мидера команды, который играет на темп ларочке. Чуть позже мы ознакомимся с ролями и игроками. Давайте все-таки досмотрим моменты с рунами и моменты с вардами. Ну, кстати, варда у нас ставили мало. Все вот по варду поставили коллективы. Хотя все-таки вот он. Вот он еще вард имеется от максов. Ну, понятное дело, спаун он блочит. Ну, и дает, в принципе, неплохой вижен. Что, БХ пытается отжать руну у темп ларки. Подойти ее, перекликать. Будет ли это сделать, пока не ясно. Смотрим. Ну, и руна по итогу для баунти хантера. Это три руны для команды Брейл Харт. Ну, по крайней мере, в этом моменте они переиграли своих оппонентов. Ну, в итоге у нас линии таковы, что Вайкси на решерке будет стоять в центре. Стоять он будет против Уайчена на темп ларочке. Будет ромящий HY на Манки Кинге. Снизу у нас уже пробивает неплохо Чалайса, который стоит против Лулу на лайфстиле. И в 876 на Варлоке сам Чалайс играет на Бэтрайдере. Ну, и на топе у нас Стардар. Он же Эй. Стоит против Даблы. Там, правда, у нас погибает. Один на один погибает. Хотя нет, выходил баунти хантер. Так что, помог жить своей команде. А вот МК ждет Курьера. И пока Курьер не поставляется. В общем, помог команде у нас 7012 или 7012. В общем, БХ помог команде сейчас делать ФБ. А точнее, лишь Раку. Но и на топе у нас Эй. Стоит против XXSJ на Даззле. И Фомте на Джиггернауте. Не ждал. Я так рад здесь увидеть ФБ. Татарочке, конечно, пока жизнь не задалась вначале. МК не помог. А вот БХ, увы, помог команде. Попытка убить. Прыжок пошел. Подспилив. В итоге Стардара. Кажется, был потрачен. Станчика больше нет. И спокойно. Уход из телепорта, правда, уходит на базу. Хотя можно было сделать телепорт на Шрайн. И уже буквально через 10 секунд вернуться на линию. Ну, видать, распереживался. Сделал просто дабл клик. И улетел на фонтан. Ну, в этом я уверен на 99,9%. Чтобы не было 1%, а чтобы было 0,1%. А то начнутся сейчас 1%, 1%. Не надо, не надо. Давайте без этого. Ну, тут у Бекрайдера все хорошо. Крипы пошли к вышке. Вот у него уже почти третий уровень. Напалмы стакаются. И неплохо фармит. 6-2. Очень даже не дурно. Давайте время... Лишрак погибает. И вот она, мстя. Мстя страшна. Прошу прощения за то, что второй фраг мы пропускаем. Но как-то нужно войти в ритм данного. Данного матча. Война сентрей. Вот так и БК съел вражескую сентрю. Теперь не имеется в виду на уайчена. Получается, он станчик. Тысячку джинады. Но решил не закидывать ее в рефракшн. Все-таки один заряд остался у нас тут на пларочке. Ну, эта пларка пошла регениться на шрайн. В то время шрайн был заеден уже и здесь. И шрайн заедал у нас Манки Кинг на базе. Ну, пока, получается, в верхнюю часть карты. Находит икс, икс. В общем, находит он здесь дазла. Слишком много иксовый и сложный это произношение. Ну, и Сардар. В итоге здесь подфармит себе крипов. Скидку себе фармоншил, так что можно немножко и потанковать икрипов. Шесть армора, по-насшиллу, плотности хватит. Ну, и мы камп в центр. Готов выход. Прыжок. Нет, пока не кастует. Находится здесь у нас еще и баунтихантер. И нужно решить вижена. Да, вижена решили. Война вардинга в центре продолжается. Правда, БХ так зашел в эту позицию. Поставил вард, который теперь будет очень сложно снять команде оппонента. Попытка сейчас подпить баунтихантерам. Да, есть прыжок, есть палка. Неплохо, но отличный стан заедает на нас от Вайкси. И Вайкси спасает своего БХ, при этом очень плохо пробивает оппонентов. Ну, и приходится свою сальву Манкикингу отдать для темпларочки. Да, спит, Эрс, конечно, неплохо так откидывает у нас. Здесь земель. Ой, земель, а лишачок, почему земель, я не знаю. Глядя за то, что Эрс. Ну, да ладно. И он пока играет без прокачки Лайтнинг Сторма. Ну, в принципе, молнии тут более так на суппортивного лишака подходят. Потому что замедлить не кинуть стан. А именно, Кор, Лишрак, поважнее будет Диаболики и Спит Эрс. И вот она, война за ворты продолжается. Еще одна сантыря пала на центральной линии. Что в плане Крипстата, вот у нас в 18 на 8 у темпларки 15 на 8 у нас у Лишрака. Плюс-минус все равно, учитывая то, что у темпларки уже имеется смерть и ассист. И такая же ситуация у нас у Лишрака, так что очень-очень равный мид у нас получился. На топе. Джаггер переформил Лайфсилера уже на 9 крипов. Очень даже неплохо. Ну и Батрайдер по миду очень даже здорово. У него тоже 21 крип, хотя при этом Стардар у нас также по крипам не страдает. Ну и пока 1-1, там Баунтиканта нашел, конечно, у нас Батрайдера. Можно было бы сбить ему Клэйлитос, но БК решил пока этого не делать. Поставил вард и пока не скрывается. Провожает Батрайдера. Возможно, сейчас его тут подлогят. Здесь информация, пошел он пока настакивать. Жената, тычечка, окей. Здесь, да, Батрайдер. Ну и МК готов подсэйвить. Батрайдер уже на фаерфлае. Это просто не взять. Прыжок, но не точный. Басы пошли, палка пошла, но и очень больно. В итоге Батрайдер, он погибает и не стоит этого делать. И МК, конечно, разменялось здесь на Баунтиканта. Если убьет здесь еще и Варка, будет очень круто. Но Варлок все же жить будет. А вот МК сейчас должен погибнуть. Хотя, подождите, тычка последняя по МК. Это даблкил. От МК, тычка, точнее, была. Даблкил для Манкикинга и прыжок на елку, но не успевает этого сделать. Все-таки добивает его Лайстилер. Если бы выжил, то бы вообще очень и очень здорово для команды Макс. Но это нам получилось неплохо, потому что пяток голды зарабатывает у нас Манкикинг. При этом всего 200 получилось здесь Лулу. Бивший Крепов, он бы заработал столько же. А он все-таки Крепов немножко потерял. При том, что гонялся за Манкикингом и Бэтрайдером. Но в те времена Тепларка снова погибает в центре. Даззл не смог ее подсейвить. Баунтер у нас собирает у нас в те времена Манкикинг. По левелу у него все неплохо. Уже четвертый, как для 7 минуты, в текущем патче. Очень даже хороший результат. Но на топе у нас с Умницейши погибает Слардар. Поспил у нас на танчик Фонте. Фонте никак не выжил против Вакси. Хотя пробил его очень солидно. Всего 200 кп остается у нас по итогу Лешака. И, кстати, есть уже 2000 голды у нас у Лешева. Можно купить ПТ-шку, но как-то он не рвется. Ее покупать. И, возможно, что-то себе иное прикупит. Подороже. Из-за того, что у него хороший подфарм был в центре. Поглядим. Снизу агрессия. Там есть инфест. В те временем крипа. Крипа как крипа начинает пробивать. Но не получается. Подорожесть настоящего. И справиться с лайфстилером. Так что жить по итогу он будет. Что в плане нетворса? У нас 101 за Лешаком. 3400 у него. Далее идет у нас Джиггернаут. Лайфстилер. ТА. И пятым идет у нас Бэтрайдер. Хотя Бэтрайдер на самом-то деле совсем чуть-чуть переформил. У нас Слардаром. Ну и Мангекинг. Мангекинг тоже имеет, в принципе, неплохую сумму. Как для суппорта в полторы тысячи голды. Ну и Бэтрайдер, кстати, решил вас играть через покупку быстрого блинка. Когда у нас все же отошли от меты и покупки барабана в Бэтрайдере. Хотя даже в последнее время я совсем недавно видел Бэтрайдера, который покупал себе барабаны. По поводу матчей. У нас идет еще параллельный матч на третьем канале. Там для вас комментирует God Hunt. И там идет сражение между командами. Также второго дивизиона ДПЛ, дивизиона секундари. Там играют Кавалерия и Рожби. Ну вот Кавалерию я видел в рамках квалификации на бостонский мажор. Но прошение там недалеко. Ну Рожби. Рожби тоже ранее я замечал. Но на самом-то деле коллективы плюс-минус равны. По той же Ace League команды заняли 17-26 место. В принципе, так же, как и Макс на пару с Брейвхардами. Хотя все-таки Брейвхард чуточку выше, так что вот чуть-чуть на фавориты у нас вот в среде этих коллективов. Ну, в целом сражения должны быть плюс-минус равны. Пока все здесь поспокойно. Да, вроде 9 фрагов, вроде бы была активность, но... Ну, в целом все очень распокойно. Ну, пока матчи, которые были в Китае от МК, еще не было ни одного поражения. В Манки Кинге. Фенрир. Вичи Гейминг развалил. Сегодня у нас был Манки Кинг уже от коллектива из Поднебесной в исполнении FTD Club A. Там МК тоже развалил. Ну и, в принципе, в этом матч поглядим, будет ли у нас, по крайней мере, на матч, который я комментирую, 100% винрейт у МК. Но все-таки этот герой в текущей метео очень силен. В плане того, что в минимуме метится бесплатный Лайн Вижен, очень битый БХ, Омни Слэш, это минус. То есть, да, имеется такой Лайн Вижен при помощи его Три Дэнса. Так еще, и перемещение по карте, а уж слишком он мобильный. В плане суппорта он очень силен. Ну, кстати, как мы видим, играет он через Макс Боундлесс Страйка. Такая же раскачка была у нас и у Фенрира, но вот в матче FTD Club A там была раскачка 2-3 у МК. Там все-таки он больше входил именно в прыжок, нежели в стан. Все-таки я хотел больше получить замедление до урона. Ну, в принципе, да, и Праймал Сплит очень даже крутая способность. Все-таки урон там просто тоже солидно. По 80 единиц за прокачку уровня и по 10% замедления. Ну, а стан по полсекунды увеличивается при прокачке. Да, есть, ну, в принципе, разные билды на МК суппорте. Вайкси пытается пробить Вайкси. Ну, тут агрессия у нас все время от Вайчен. Получается, он сюрикенчик. Стан и очень больно подсевить бы, но, увы, не получается этого сделать. Вайкси тысячечка от МК и отличный размер получает по итогу. Есть у него Вукон Кама, Просветка. Это минус Баунт Хантер. Даблкил должен быть, но нет. БХ справляется все-таки с МК. И отлично все получилось для БХ по итогу. Еще и трек был заработан, так что плюс 600 голды. Ну, отлично. Вот БХ уже имеет 200. Теал решил у нас входить в покупку быстрого Блинка. Сегодня мы наблюдали ТА, и она также в том матче выходила именно в Блинка, а не в быстрый Дизоль. Ну, от Джака у нас топ-1 по Детфлосу. Вот у него уже 6000. Теперь помню, он на 1000 голды уже своего оппонента по керри-позиции. У Джигернауто уже есть 1000 голды. После покупки Яши. Это что? В скором времени будет куплен и Манта Стайл. Макси Аштула Стивера у нас было приобретено. Арбент готов и решил выкатить себе в покупку Дизоля. Ну что, 7-7. 13-ая минута. Давайте посмотрим, что по графикам. По графикам преимущество минимальное за команду Брейвхард. Всего 500 голды. Ну и по экспе ведут чуть больше 1000 у нас Максы. Конечно, в плане Недворсов просил у нас Дозлевич. Всего 900 он у него. Одни расходники имеются, кроме ПТ-шки. Кроме Бутца, конечно же. ПТ-шки у него, конечно, еще и нет. И вряд ли она будет. Будет, конечно, у него куплено... Будут у него куплены Арканы. Нападение на фонды. Есть палка. Неплохо. Здесь Лассо. Которизация. Вроде бы неплохая. От команды Макс пробивает неплохо Эйя. Товерп это Слардар. Пошел Голем. Голем не точно. Никого не продамажил. По итогу Бэтрайдер должен уходить на Файерфлая. В Маках, тем временем, в купон команде. Но не указается Лайфтидер. Есть танчики. Это минус Манки и Кинг. И размен по итогу 1 в 1. Погоня от Лулу. Правда, он уже находится здесь под напалмами. Целых 300. Как голь, что может пасть. Но отлично стал по Вайчен. Развели здесь все-таки на этого голема. И падает у Вайчен по трекам. Это WQ для Лулу. Это вот опасно. Такие фраги совершать. Особенно по трекам. Лулу выезжает дальше на охоту. Пытается под вышку у нас спрятаться. Игроки команды Макс. Но могут отправиться у нас Брейвхарды. Лив пошел. Откинулся пока палки. Рейдж будет у Лассира. Будут сверхущие банды. Так что можно будет откилиться. МК пока находится на елочке. Врыв по фонте. Фонте светят. Фонте пробивают. Макака спрыгивает. Но без прыжка. Просто сладит с дерева. Ну и МК нужно тут тоже быть постороним. Потому что на елку не забраться. Есть на него Вижен. И ему не поможет этот прыжок. Хотя все-таки рвается он на Слардар. Его пробивает Слардар в таверну. Ну и в целом-то разменялись. Окей, неплохо. Но ТП-аут кастует у нас уже на базу. Еще битый герой команды Брейвхард. И Вышка не спушена. Потеряли Слардаром. В принципе, Джага. Даззл погибли. Там еще до этого были трекелы. Так что очень все хорошо для команды Брейвхард. И БХ начинает свой разгон. У БХ уже 3-300 по Недфорсу. И он даже МК уже перегнал. При том, что МК сделал очень многое. На ранней стадии. Но все-таки трекелы. Трекелы. Приносят уж слишком много денег для Баунтихантера. Он еще и Вышка-то на это. Хорош, БХ, хорош. Что по Мидасам? Будет ли у нас Мидас в этом матче? Потому что в последнее время в Китае снова возлюбили Мидасы. Ну, похоже, что нет. Конечно, есть Голл Хейс у нас у Манки Кинга. Но я сомневаюсь, что это выход именно в Мидас. Есть у него Фейзы. В Майл Стром выйдет. И все-таки Мидасик прикупит на МК. Но, правда, сейчас он ничего не купит. Потому что находится в Таверне. И будет пока обдумывать, что же ему делать дальше. Мидас и Девять. Пока доминирует у нас с Брэйвхарды. Два кора в топе. Слардар с Блинком. Нормально-таки быстрым. И, кстати, домина... А, это Мидас. Все-таки на Мидас вот у Слардара. Доминатор. Который у нас как-то прям совсем выпал из мета. Его подрезали по статам. И решили, что нет. Все. Он уже неэффективен. Собирать его смысла нет. Ларкова Айчен фармит. Крипово. А сбить Блинк нужно. Блинк сбивает. Но... В рефракшн. Ну, вернее. Нужно было сбить Блинк. Дают тычку в рефракшн и делают линкаут. Немножко не так. Я это все озвучил. А тут врыв. Есть лассоп по Слардару. Голем сверху. Уронили. Омнислэш. Палка пошла. Вукон команд кастуется. Ну, и на самом-то деле неплохо. Здесь все получается. Драка от Максов. Делают уже минус 2. Отлично. Начало файта. Пока горит. Но здесь Вайкс пробивает. Иксуая. МК в опасность. Есть на него Грейв. Отлично. Пробивает Уайчена. Уайчен в таверну. Ну, да. Спаси МК. Но по итогу погибает Тамбларка. И, возможно, стоило Грейв сэкономить на своего кора. А не на суппорта. Ну, да ладно. Стан, отлично. По Бэттрейдеру это минус. Ну, и по трекам пытается уйти Даззл. Но никто его здесь оттукать не собирается. Хотя станчик есть у Рикена. И это минус. Это таблки для Лулу. И это очередные трек-килы для Баунтихантера и его команды. Ну, а Лулу уже свирепствует. И вот БХ снова 6 сотен заработал. И БХ уже опережает Слардара по Нетворсу. Хотя, знаете, не только в треке он здесь разбрасывал в файте. Внес он урона. Очень даже много. Ну, и Бластол, что немаловажно, был куплен у Ришакам перед этим файтом. И все три заряда он получил после этого кровопролития. Так что у него уже 15. Это хорошо. Это очень хорошо. В пингу все равно Рошана решили, что убьют его под Дезолятором. Лайф Север, в принципе, можно это сделать. Но все-таки, все-таки. Бэтрайтер с блинком. Вив туда в Рошпит залетит. Макака может разрутиться как-то неплохо. Умни Слэш и все дела. Небезопасно идти в Рошпит, не убив при этом вражеского хотя бы одного героя. Нужно все-таки сделать фраг или серию фрагов. А уже после идти в Рошпит. А там Джаггер нашел своих Эншинтов, которые ему подстакали. Подфармил. Кажется, было неприятно. Еще и Шрайн подвязать. Но зато подфармил неплохо. И вот вернулся вторую строчку по Нетворсу. Тут смог вылазка, правда, на крыле находится. В том еще и МК находится на елке. Пошел в Бланкоман подфилит через Лулу. У нас все время здесь Слардара основать. Пусть сейчас у него ворваться. Его фокусят. Его запокусили, убили. Если он не слышит, то есть у нас Грейв на МК. МК будет жить. Лулу пробивает Армлетом. Как же он играет под Сев... Точнее, под Хилл. Залетает с Бласстоуна. В итоге Лулу есть ХП. Но уйти в целом-то сложно. На фейзах под Режо пытается уйти. Армлет играет и побеждает. Окей, отлично. Ну и Вайкси. Быстро вернулся. Ластол был разряжен до 10 зарядов. Сейчас, главное, не уйти второй раз. Есть големы. Нужно бы пробить котейку. Котейка падает. Вайкси пока горит. Вайкси пытается размять. Вайкси катят. Ну и Вайкси нужно сейвить. Нужно спасать своего тиммейта. Теренанты Пларка. Минус уют у нас Варлока. Получается Матрек. И должна погибать. Никак не уйти. Это зверство для Лулы. Лулы все еще жив. И он всего в шаге от получения Годлайка. Ну, не пошли. Стан неточный. Ну и Вивнарзава у тебя отдал зла, чтобы поумерить был командой Брейвхард. Ну и по итогу файт выигран командой Макс. Потеряли там Пларка. Убили троих. Учитывая то, что графики были за Брейвхардами. Порядка 6 тысяч. Так что небольшой камыш они не смогли совершить. Жаль, конечно, не убили Ластилер. Все-таки у него был стрик и 7 фрагов. По итогу он сумел себе еще один фраг после этого боя оформить. Ну и вот уже Яула готова у нас у Лишрака. Ну, с Яульчиком можно теперь будет использовать комбинацию на Split Earth. Можно будет ловить и убивать. Просто насадить на шипы. Ну, а все остальное у нас готово в Forstaff у Бэтрайдера. Кстати, что там еще у нас готово? В диффуза выходят у нас фонты. У Айчен. Выходит себе покупку Дизоля. Ну и МК. Все-таки это Мидас. Все-таки это Мидас. Ну, это будет первый Мидас на МК, который я увижу на вопрос сцене. Хотя, в самом деле, и в пабе, как на Мидаса, и Мидаса на МК я не видел. Лассов. И Forstaff отлично. Быстрый минус на Варлике. Ну и 15-16. Преимущество всего в один фраг за командой Макс. Ну, Леший решил ретироваться. Решил, что могут и подловить. Ну да, в целом-то он прав. Не стоит подставляться. Решилом пробить. Ну, можно под Кротив Хейзом. Кротив Хейз пока первого уровня, жаль. Еще 12-й себе Лордар не получил. Но, в принципе, и первый Кротив Хейз с Дизолем будет достаточно. И, кстати, у нас снова Лайф Тир, который уходит себе в покупку ранней Алибарды. Как видим, данный артевак тоже возвращается в мету. Потому что был позабыт он. В прошлых патчах. И был, наверное, одним из самых несобираемых артефактов. Там лосу нет еще 5 секунд. У Бэтрайдера. И не успеет за это время убить Рошана. МК дает вижен. Запрыгивает даже на елочке. Ну и Молл сейчас ворваться. И Молл сейчас здесь плотненько подфить Брэйвхарды. Снимает позицию. Есть инфест-бомба. Еще один на прифай дэмэш. Трэпы стоят. Трэпы не сдавардели. Это тоже большой минус для команды. И вот трэпы увидели. Есть еще один. Розив Хейз. Заходит Слардар в Рошпит. Бэтрайдер залетел. Готов кто-то там цеплять. Поскольку здесь у нас Слардар. Но есть врывы. Контроризация от команды. Брэйвхард падает. У нас в итоге Бэтрайдер. Пробивает у нас XY. А XY неприятно. Вгрызть у него Лулу. Это годлайк для Лулу. И отличный. В итоге поймал от команды. Брэйвхард падает. Уже только четыре героя у Максов. Пытался уйти у нас отсюда. Дозлевич. Но увы. Поймали его. Это трипл-килл для Вайкси. И зарядом в Бластову. Но снова Севернул до пятнадцати единиц. И под этот Рошан. Ну и в целом-то отличный момент. Для Брэйвхард. Не смогли у нас Максов доформить свой комбет. Трекиллы были заработаны. Два трека висела. Желебыха у нас погиб. Так было бы еще больше денег. Но и так неплохо. Ну вот Медас готов уже у Варлока. А вот МК до Медаса еще далековато. А, нет. У Медаса уже имеется. Упустил момент. Сорян. Сорян. Думал, что сейчас погиб он. И денег-то не осталось. Но нет. У МК Медаса уже был куплен. Ну а дальше Сабля. Сабля башит все по стандарту. Для МК. Разве что решил. Свой билд оформить Медасом. Но в целом Медаса. Не то как фарм артефакт для МК. Подходит. А, и как артефакт для файта. Потому что МК. Для МК важна. Скорость атаки. Чем быстрее он себе настакает 4 заряда. Тем мощнее он будет в файте. Но тем временем МК нашел у нас баунти-хантера. И развалил его на пару с своим тиммейтом. Ну и готов. Дезолятор у нас у Темплар Ассасин. Инфест. Слышу инфест. Происходит на этой карте. Слардар выезжает на охоту. Заряжен. И готов к бою. Правда идет он по трэпе. Нет, не очень. Но все же посыпили и очень быстро. Минус просто разорвала. На части здесь Бэтрайдера. Ну и Шипат пушит Тауэр. Первый Тауэр это два линии. Команды Макс. Конечно под диаболиками 4 левела. Пушит ли шаг очень быстро. Ну и в принципе Тауэр падает. А боя здесь давать Максы не захотели. На самом деле Максом бы самим под пушистого ран. Всего один они отжали за 23 минуты. Им нужно контроль по карте. Себе заиметь чуть больше. Инфест. На шрайн. И отправляются в сторону Темпларочки. Блинкау телепорт. Уйдет ли? Уйдет. Верхнюю башню сил света атакуют. Так он намечается. Помчался он все временем здесь под кастрюлю шрачок. Поспили на яульчик у нас иллюзии джиггернаута. Понятное дело их быстренько убивают. Но файта там мы и не увидели. А я то думал сейчас начнется махач. Но нет. Нет. Это было лишь отступление. Хотя возможно это было отступление для нападения. Подцепили мк на яулу. Сейчас насадят его. На шипы насадили. И есть грейв. Отлично. Ну прям любит своего манкикинга. У нас даже здесь стоит его уже в третий. А то в четвертый раз. Но правда он все равно при этом погибает. Есть големы. Но лишняя иллюзия есть. Он не слэш. Но мало урона. Есть краш по джиггернауту. Джаггер он неприятно. Раскрутился. Все таки жить будет. Ну а подцепят ли кого-то еще? Нет. Все таки лишь минус мк. Но благо убили его по трекам. Так что голды заработали. Ну трепы. Контр-органициация. На взрывке хотят подраться. У нас здесь Макс. Учитывая то, что они под вардом отрегенились. Вард правда падает. Смотрите, голды для Слардара. Джиггернаут. Он пока крутится. Погибает у нас. Поэтому Бэтрайдер. Ну и это еще один фраг. Продолжает свое богоподобие. На этой карте у нас Лулу. Ну и снова Инфест. Снова готовы к бою. Готовы рваться, цеплять и разрывать свою цель. Ну и Тауэр тоже начинает падать. Что по артефактам уже было прикуплено из интересного. Вот Варлок у нас имеет уже две стом. Так что пытается он выйти себе в покупку. Аганима скорее всего. Хотя возможно будут какие-то артефакты суппортивные. А-ля Глимерки. И Форстаф. Возможно даже Юл. Но не особо-то он и нужен. Ну да ладно. Бэхам. Пытается нафармить Мекку. Слардар уже с Форстафом. Лайфтир. Выход в Кирасу. Хайперстоун уже прикуплен. Лишачок. Почти с Шивой. Хватает на покупку. Но возможно решил остаться на байбэк. И кстати у Лишака по Бластону все прям очень хорошо. Цена с нарядом. Недурно. Бэтрайдер. Только ПСЮ после Форстафа и Блинка. Дозлевич. Все еще Бенен. Довольно-таки Бенен. Манки Кинг. Саблю. Ну и Табларка в БКБ. А Джиггернаут у нас в Скаде. Выходит. И уже есть первый ультимейт орб. Ну что, будет ли смог удачен? Или хотя бы звать Тавар? Все-таки целых два Тавара от одной линии все еще стоит у команды Брейвхард. При этом свой последний Тавар теряют у нас в Максы. В спину заходит Баунти Хантер. Хочет дать Вижн. А возможно сбить Телепорты. А сейчас может быть, кстати, очень даже неплохо. Есть процвет в Фредка имеется. Но рановато он всплылся. Можно было сейчас подбайтить на Телепорты. Потом сбить и запушить сторону. Но ладно. Подобили здесь в итоге на юлтепларку. Где-то на Блинкаут. Нет. Все-таки плохо. Все-таки плохо. Возможно, стало разводить. МК пытается уйти. Пока ультимейт свой не покидает. Так что он все еще стоит. Джаггер очень битый под гребом отпрыгался. Но урона вписывает он мало. Сам погибает всего с удара после этого минслэша. Врыва Теппларки. Под големом. Ей очень больно. Она погибает. Минус 2 кора у команды. Макс погоня за Бэтрайдером. Он подсвечен. Ну, конечно, есть у него Блинкаут и Форстафф. Пытается он уйти. Но продолжает свою погоню здесь Ларда на спринте. Не отпускает это. Минус на Бэтрайдер. Ну, и по итогу БХ, ну, выиграл время и поехал в трек. Так что, в целом-то, все сделал он неплохо. Хоть он и не алоха. 2000 голды и 5700 XP. Учитывая то, что преимущество уже было под десятку за командой Braveheart. По XP ситуация аналогична. И начинает. Начинается падпуш. Т3-мышки, байбэк от Тепп Ларки. Байбэк есть у Джаггера и у Бэтрайдера. Но они пока не юзают. Мы решили сейчас как-то подловить, а после взять байбэки. Или же просто байбэк от Тепп Ларки без какой-то инициации. Ну, Бэтрайдер байбэк. Т3-пала. Врыв на Вайкси. Вайкси подсэйвить. Нужно бы подсэйвить. Далеко не увозит. Ну, и в итоге остается он на месте. Подсэйвить Тепп Ларку после байбэка. Ей очень больно. Тепп Ларка, наверное, это еще один фраг для Лул. Но остановите вы его, наконец. Остановись. Что ты делаешь? 13.08. Просто уничтожает команду оппонентов. Падает. Нележный барак. Вукон команд для подсэйва. Ну, и в итоге... В итоге... Это минус мид. Минус два байбэка. Даже если бы точнее, это было два дайбэка. Потому что сразу погибли эти герои после своих выкупов. Ну, и пойдет у нас еще и Шрайн. А сейчас Кераса. Победит для Ластера. Ну, и я уже не знаю, что здесь делать в этом матче. Слишком уж все проблематично. Не получается. Не получается. Убить Лулу. Да или Шрак. Уже набрал себе... Слишком уж... Много всего. По ХП он. Ну, Пармору уже непробиваемый подшивой. И Актарин у него скоро будет готов. И Бладстон 20-й ряд. Ну, все сложно все это. Сложно. Не хватает урона команде Макс. Ну, уверен. Уверен в камбэк. В принципе, видели мы камбэки. Даже самые невероятные. Не стоит сдаваться, если у вас еще стоит. Тут две стороны. Ох. Просто врыв краши. С удара финиширует. В даззлах здесь. Лулу. Это 14-й фрак для лайфсера на этой карте. Гуардиан. Грифс. Готовый у нас в итоге у баунти-хантера. Еще сложнее стало команде Макс. И падает второй внешний шрам команды. Дарошан 30 секунд. Можно дождаться камнеголового. Забрать Аегис. И завершить эту карту. И уже быть в преимуществе в 1-й матч-поинт. Ну а после. Даззл погибает. Ну и МК. А, это у нас... Нет. Джек погибает МК. Ты их вспутал по картинкам сверху. Царя Яныч. Прошу прощения. Невнимательность. Невнимательность. Там у нас еще кого-то убивает. Там вот прям далеко-далеко погибает у нас от своей базы Бэтрайдер. Все без байбэков. Бэтрайдер у нас все еще с кулдауном на байбэк. Ну и падает Рошан. Преимущество уже будет вот 25 тысяч голды за командой Брейвхард. По экспейс ситуация аналогична. Ну, сложно такое камбэкать. Понятное дело, при победе в файте там даже, не знаю, 3-5 подраться. Если выжить все максы, там, я бы один пор из двух выживет. То денег будет очень много. Но как это сделать, это уже вопрос. Ну, стадар в команде. Рисует нападение по нижней линии. Пока пытается он куда-то найти. Заряжен инфестом. Но, понятно, не подставляется. Все было крайне глупо войти в этот... В этот тренд карту, учитывая то, что вижена здесь не имеется вовсе. Хотя Бэтрайдер не почувствовал. Подставы, Форста, пытается уйти. И его все-таки смогли вгрызться. Но он был слишком близко. К возвышенности решили, что не добьют. А тиммейты его могут подоспеть. Ну да, в принципе, верно. Что, Аегис у Лешева. На самом-то деле, можно было бы дать Аегис и Лайфтиру. Но решили, что у Лешева будет целых три жизни. То есть, он погибает с Аегисом, возрождается. Погибает в Ласт-Тоуна. И буквально через пару секунд по траволах возвращается в замес. Так что, три раза убить. Ну, прям, impossible. Смотрим, смотрим, что будет у нас в этом сражении. Бэтрайдер взлетает, готов кого-то цеплять. На Юлу сразу же ловят. Отличная реакция от Вайкси. Очень круто сыгранно. Есть Грэвн, в итоге, у нас здесь на Бэтрайдера. Но Лассо уже, вряд ли, он здесь завязывает в этом замесе. Погибают герои команды Макс. Один за одним. Два героя уже в таверне. Пытается, пусть кого-то пробит. Но урона Криви не хватает. Находится по треку у нас здесь Фонта. Крутится, пока живет. Вайкси танкует своим Аегисом. Никого не боится. Пробивает уже и загоняет на Фонтан. Падает вторая сторона. Но и Максы не смогли дать бой за эту сторону. Но еще и големы у нас агонимные крошат тоже весьма-весьма недурно базу команды Макс. Минус вторая сторона целиком. Ну и отправят сразу на верхнюю линию. Сделать верный крифов. Падает. И победа. Победа для команды. Брейвкарт на первой карте. 36 минут понадобилось коллективу, чтобы одолеть Максов. Посмотрим, будет ли такая же уверенная победа на второй карте. Так как формат матчей у нас Best of 2. Ну и максимум. Максимум, что теперь могут выжать Максы из этого матча. Это ничья. Но учитывая то, насколько сейчас круто отыграли у нас Брейвкарды. Нужно будет прям очень плотно запотеть. Так что ждем второй карты. Это DPL. Третий сезон. Дивизион Secondary. С вами.